Попала. Мы не политики, слава Богу. Джейми и Ричард, 10 секунд. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть сегодня всех. Сегодня опять среда, опять 18.00, и ICA Ukraine сегодня встречает своих гостей. Сегодня у нас в гостях ICA Ukraine. Мы сегодня представляем вместе с президентом ICA Ukraine, который находится в штате Миннесота. Вы ее видите на экране. Это Ирина Курсман. И я, Светлана Саламатова, которая представляет ICA Ukraine здесь, в Украине. Мы представляем сегодня наших гостей. Это Киевская городская администрация. Это представитель жилищно-коммунального хозяйства и директор колл-центра. Это представители Миннесоты, управляющие городом Бруклин-Парк. И Ричард Курсман, президент компании «Бример Курсман». Гости представят себя сейчас сами. Мы будем постепенно ознакомиться и постепенно будем друг от друга узнавать больше. И сегодня наша тема. Ирина Курсман, пожалуйста, тебе слово. Спасибо всем, что вы здесь. Спасибо, Светлана. Я извиняюсь за не очень качественное сегодня аудио, но надеюсь, что наша беседа будет настолько приятна, что это не будет являться помехой. В наших гостях сегодня два представителя из команды Миннесоты. Это Ричард Курсман, президент консалтинговой компании «Бример Курсман», который также является моим супругом и партнером. И помощником, основателем ОСЕ Украины в Украине. И город Бруклин-Парк, управляющий городом Бруклин-Парк. К сожалению, мы не можем видео установить для Джейми Вербруги. И придется только надеяться на то, что фотография каким-то образом проциркулирует позже. Джейми и Ричард, I will give you a second to introduce yourself. Say a couple words about yourself, your name, and what your position, what you do. I will let Vladimir translate that. Let's start with Richard. Добрый день. Спасибо. Меня зовут Ричард Курсман. Меня зовут Ричард Курсман. Я президент компании «Бример Курсман». Я им а former city manager in the Twin Cities of Minnesota. Я бывший управляющий городом в штате Миннесота. И сейчас работаю как консультант в сфере городского управления, управления кругами и городских организаций. Я живу в Бруклин парке. Спасибо, Джеймс. Я хотела бы еще два слова сказать, прежде чем мы представим остальные гостей, что сегодняшняя трансляция, сегодняшний разговор возможен только благодаря Институту креативных технологий и проекту «Масс Медиа», «Украин Сошел Комьюнити». И сегодня этот проект представляет у нас по сфере Сергея Сухобоченко и Юрия Андреевича. Спасибо вам большое, ребята, за то, что мы имеем возможность представить наш проект сегодня, который мы начали несколько месяцев назад. Спасибо вам. Спасибо, Светлана. И Киевская сторона. Пожалуйста, представьтесь со своей стороны, с Киевской стороны, Светлана, ваших гостей. Пожалуйста, представители Киевской городской администрации. Вы так здорово смотритесь на экране вдвоем, в светлых рубашках. Пожалуйста, представьтесь, Егор, включите микрофон, пожалуйста, сверху. Справа вверху красным цветом нужно включить микрофон. Да, дистанционное управление всегда было. Добрый день, меня зовут Дмитрий Новицкий, я директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской администрации. Добрый день, меня зовут Егор Степанович, я директор коммунальной бюджетной установки, контактный центр города Киева. Добрый день, меня зовут Егор Степанович, я директор департамента жилищно-коммунальной бюджетной установки, контактный центр города Киевской городской администрации. Ирина Марион, за спиной Сергея Сухобоженко, большая делегация женщин, которые приехали в Евпаторию на обучение этому видеопроекту. И они тоже все в эфире, и все нас смотрят и слушают. И мы с радостью будем с удовольствием, будем слушать их вопросы, если они возникнут. Спасибо большое. Ирина? There is also a group of participants from Евпатория, city of Евпатория in Ukraine, a group of women who are listening up and will probably have an opportunity to also participate, ask questions, so be tuned, stay tuned. Our topic for today, сегодняшняя тема нашей беседы, это вовлечение служащих в работу государственных властей, государственных учреждений. The topic for today is employee engagement in city management or administration of governmental agencies or organizations. Первый вопрос, который бы мы хотели спросить наших гостей из Миннесоты, это What are some symptoms of disengaged workers? Какие симптомы мы наблюдаем в нашей работе как городские управляющие, когда работники не вовлечены, можно так сказать, в жизнь или в миссию своей организации, своего учреждения? And I would like to go for Richard. If you could, please, give us some examples of that and what your experience has been. Richard, пожалуйста, расскажите немножко со своей точки зрения. Thank you, Irinah. When I was a city manager, disengagement of workers Допустим, я работал в городском управлении, то вопрос вовлечения служащих привлекал внимание тогда, в тех случаях, когда они что-то недорабатывают. И позвольте мне дать несколько примеров. The example I would use, someone from our parks department driving down the road and seeing a problem in the street that they can correct. Один пример – это служба обслуживания парков и дорог, когда они наводили порядок в сфере своей ответственности. Rather than take on the assignment that could help the situation and possibly avoid an accident, they decide it's not our job, it's not our problem, and they continue past the issue. Например, когда жители привлекали внимание к какой-то проблеме… When I see engaged… Excuse me, let me interrupt here and translate it a little bit better. Пример заключается в том, что когда в работе паркового обслуживания, например, персонал проезжает мимо поднятого люка или какого-то предмета большого на дороге, который, естественно, может привлечь безопасное движение или послужит, так сказать, причиной опасности на дороге, этот персонал проезжает мимо и не обращает никакого внимания на эту проблему, потому что считает, что это не является частью их работы. В этом примере четкое проявление невовлеченности в общую миссию работы организации, работы обслуживания всего населения. zigиня? Спасибо. Приру checked. Прок mudar ваш goalsife? Прекент Государства Пророт어요. Это хороший маленький пример, показывающий, что персонал считает, что он должен выполнять только то, что прописано как их сфера ответственности в их должностных инструкциях. И не обращает внимания на то, что могут каким-то образом сами маленькими поступками или действиями повлиять на служение в общем и на качество услуг в общем, которые предоставляет все городское обслуживание своему населению. Джейми, пожалуйста, какие у вас есть примеры невовлеченных служащих? Когда мы предлагаем различные тренинги нашим работникам, нашим служащим, мы специфически уточняем и у них лично спрашиваем, как для них выглядит вовлечение, что подразумевается вовлечение в их понятии. И в этих дискуссиях, в этих беседах мы узнаем, что они видят вовлеченного работника таким образом. Тот, кто мотивирует сам себя выполнять хорошую качественную работу, тот, у которого есть страсть к тому, что он выполняет к этому делу, к общему делу, и тот, кто счастлив в общем, выполняет гордость, у которого есть гордость собственного труда и результатов. И, естественно, они могут показать, как говорится пальцем, увидеть самостоятельно и объяснить, описать, что такое, как выглядят невовлеченные работники и какое это имеет эффект на деятельность и продуктивность всего департамента. И они обусленяются. Тот, кто не мотивирован, тот, кто ленивый, тот, кто не будет делать больше, чем от него требуют, и выполняет работу на минимальном уровне, как можно минимум уровень качества. И таким образом они сами начинают уже решать для себя, что нужно изменить для того, чтобы это отношение к работе поменялось. И это важен для того, чтобы по-анарис, чтобы работал с друзьями, которые нарушались от работников, И для нас это важно по двум причинам. Первая причина – это то, что работники, которые в команде работают с невовлеченными служащими, естественно, чувствуют этот эффект на себе и на качестве своей работы. Мораль уменьшается, и желание работать командой отсутствует в таком случае. И вторая причина – это именно наши жители, которых мы обслуживаем. Они видят и замечают в первую очередь невовлеченных, бесстрастных и неответственных работников и, естественно, жалуются нам по этому поводу. Спасибо, Джейми. С украинской стороны, какие у вас есть примеры по невовлеченности служащих и наоборот? Ну, у нас есть примеры, и, наверное, они в некотором смысле являются общими для муниципальных образований любых стран и любых народов, скажем. Но есть свои специфические, которые вызваны моментами, в том числе изломов или изменением общественных укладов и так далее и тому подобное. С моей точки зрения, произошло… Для перевода, дам Павла. Спасибо. We have similar challenges with disengaged workers, disengaged employees, as many other municipalities around the world, I would assume. They're very similar. But there is a specific challenge that we are facing here, and that is the period that we are going through with broken systems and trying to re-align our services in the way we deliver services in a transitional time. С моей точки зрения, произошли такие процессы, которые достаточно ярко описал у себя в книге «Сильные государства» Фрэнсис Угуяна. Это касается, когда процесса уменьшения роли государства в жизни и общества, и неформирования устойчивых общественных институтов. The problems we're facing are very obvious and have been described in the book, which I, author, I wouldn't be able to repeat right now. Дмитрий Факуянов. Дмитрий Факуянов. Дмитрий Факуянов. Дмитрий Факуянов. Дмитрий Факуянов. Дмитрий Факуянов. И в этой… И здесь произошли следующие процессы, я продолжаю основную свою мысль, что действительно, в некотором смысле, моральные устойки, ну, либо были несколько снижены. В результате, в принципе, культура и поведение, и культура отношений к своему делу претерпели изменения, к сожалению, в большую сторону. Поэтому решение этой проблемы мы видим следующим образом. Есть два способа влияния. Это принуждение и стимулирование. Для того, чтобы стимулировать, безусловно, здесь может быть речь о каких-то мероприятиях, связанных с достойной, скажем, заработной платой, к достойным отношениям, к той профессии, которую выполняет тот или иной служащий, выполняя свою работу, может быть, в некотором смысле не очень благодарна. What we can talk about in terms of stimulation is, number one, probably will be raising salaries, higher pay. And number two is awakening the respect, I would say, for the profession, for what people do in their professions. А принуждение – это все-таки достаточно требовательный контроль за выполнением основной функции. Это, в данном случае, если приводился вопрос благоустройства городов, это следить за вверенной ему территорией. In terms of forcing the workforce to perform at the highest level, we're talking about measuring the performance and making sure that if we're talking about serving our cities and communities, it's measuring and creating systems and structures that will allow for accountability for the kind of work that they do. И в этом направлении у нас ведется достаточно последовательная в последние годы работа. Для того, чтобы последнюю функцию, о которой я говорил, контролирующей, она выполнялась, в Киеве, по крайней мере, создана инспекция благоустройства, которая контролирует территорию города по всем параметрам и требует от исполнителей четкого выполнения положенных на них функций. Ну а что касается первого стимулирования, тут необходимо не только стимулировать работников служб, но еще и, наверное, работать с населением. И в этой части у нас тоже много ведется последовательной работы, потому что мы призываем к контролю за благоустройством территорий, в том числе населения и в том числе через службу, которую возглавляет Егор. И когда мы говорим о спривергии сотрудничества, что жду в работе строительства, в том числе и в том числе, в том числе и в том числе, что мы сейчас даем более копию сотрудничества, но и в том числе, чтобы регулировать сотрудничество создает. И поэтому для того, чтобы коммунистической деятельности с원ом-фр이�елия, on the level of services that they're being provided. Спасибо. Я хотел бы добавить... Пожалуйста, Игорь. Я хотел бы добавить, скажем так, первую часть вовлеченности непосредственно работников администрации в решение проблем. У нас в контактном центре это выглядит следующим образом. Если наши операторы, контролеры или аналитики, проходя мимо открытого люка, не позвонили в 15-51... Значит, процессы вовлечения не очень хорошие. Проверяем мы это, как уже сказал коллега Дмитрий, проверяем мы это следующим образом. Чем больше проблем каждый работник нашего контакт-центра указал и решил, тем лучше. Спасибо. Игорь Шмидович, что бы вы хотели бы добавить? Спасибо. Я хотел бы сказать, что Киев выглядит как очень прогрессивный город и направление в вовлечения граждан и служащих. В этом общество, в котором я работал, выглядело примерно таким же образом, что люди, жители, имели более высокие требования, чем можно было обеспечить имеющимися ресурсами. Наверное, у нас та же проблема. Вопрос от Национальной Академии Госуправления поступил к Киевской городской администрации. А вот те, кто прошел мимо открытого люка, они получают выговор или какое-то другое наказание? Как говорится, во времена всеобъемлющего интернета мы не можем проверить пока эти данные. Я просто хотел бы такой шуточкой ответить. Главное, чтобы они не производили проблему, а потом не отчитывались за ее выполнение. Да. Ребят. Ребята. Галина. я не я и я л looks like you have uh... sometimes that they would like to say and you know i was uh... interested in the the uh... stimulating employees based on either higher salary or uh... respect for their work uh... how was the compensation for a public employee compared to other other careers uh... no, please me i didn't think about it the comments comment are you the that you said about the stimulation of the employees uh... increase the salary or create uh... 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 so they feel uh... the work that they do доставляют достойное отношение к профессии, вы так сказали. В чем разница между заработной платой или компенсацией, можно так сказать, работников вашего отделения и других каких-то структур в Украине по отношению к другим индустриям, к другим промышленностям и другим похожим, можно так сказать, по уровню работникам? Какая у вас схожесть или разница? Такая разница есть, безусловно, и она достаточно ощутима. Я не буду ее выражать в абсолютных цифрах, можете поверить в общем-то на слово. И кроме всего прочего, это сопровождается еще и все-таки устойчивым стереотипом непрестижности работы в коммунальном хозяйстве. К сожалению, к большому, хотя работаю много лет в этой отрасли, могу сказать, что здесь работают действительно и фанаты, и профессионалы своего дела. И поэтому мы все-таки, как государственные служащие, как люди, которые несут ответственность, пытаемся своими методами стимулировать поздравления к праздникам, дополнительными премиями и так далее, но разница существует. Украина We are not considered to be a prestigious place to work in, and it's hurting, if you will. It feels hurtful to our employees because they're really fanatics and professionals in what they do. They take great level of responsibility for the services and for the work that they do provide. The way we stimulate their passion for the profession is sometimes we create parties where we recognize employees and some professional development that we provide. The second question I had about the respect for the work, and you spoke to it a bit, that is where they get their sense of value. If it isn't from the public and the public perception of employees, how is it that they're generating their own value or respect for the work they do? Vladimir, you lost her connection, so if you could translate that one. I have two questions about the stimulation of the service. What do you do to increase the value of the service? It was a question. Yes, it was a question. What do you do to increase the value of the service? One way to raise the value of the job in public service is the raising and the the optimization of the service is the use of some mechanisms, additional mechanisms to make the job. And the second way... второй способ — это всё-таки стимулирование посредством увеличения заработной платы и создание социальных пакетов, которые могли бы быть, наверное, в поддержку этому процессу людям, которые вовлечены в таком об installation say AMOS И здесь немаловажную роль все-таки будет играть процесс государствления оказываемых услуг. С моей точки зрения, надеюсь, я ответил на Ваш вопрос. Спасибо, Дмитрий. Я хотела бы тоже задать от себя вопрос, если можно, американским гостям. Как часто в городском управлении в США играет роль увеличение зарплаты? Насколько увеличение зарплаты увеличивает производительность труда или вовлеченность служащих? I would like to put the question to the American side. How often the raise of the salary is used in the U.S., and how important is it? Jamie, maybe you can go with that. You're pretty active. Sure. The second question first. The salary tends to be fourth or fifth. So, when we ask employees what it is that motivates them, that stimulates them, what they're paid is not usually in the top two or three. It's usually... So, the frequency of our salary increases is usually once a year. At the beginning of the year, they get an adjustment. And sometimes, they get an adjustment for their performance. And that depends on how long they've been in the organization. And the chances of increasing the salary is once a year. In the beginning of the year. And sometimes, the organization can be in the external case, in some cases, again in some cases, increase the salary. The amount of salary depends on the performance of the department, which was given to the department. Or the performance of the department. And the performance of the department. То есть зарплата повышения зависит от уровня работы. Most employees that I've worked with, I take that back, the employee in the United States, at least in Minnesota, who works on a street crew is fairly well compensated compared to the compensation that public works employees make in cities in Ukraine. So their basic needs are met. They're able to afford a lifestyle that's middle class based on the salary they make. So when it comes time for satisfaction, salary doesn't creep into their minds as much. To what Jamie already answered, I would like to say that the truth and the truth is that I agree here in the United States. But what is the difference between the level of compensation for such a level or status in the United States compared to Ukraine, I see a big difference in this problem. Why? Because this is not a compensation for the first place for the workers as a stimulator, because it's already a high level of compensation for the people who can afford to live in the United States. I've noticed that in Ukraine it is not the truth. Then the next question. I can't wait for the next question. You said that the salary is on 4th place. And I said that I had added that the goal is the main goal. And this is the question of the question. Who would then set these goals? For example, I would say that the goal is above the top, but the person who must achieve this goal is not to achieve this goal. So what would happen in this case? A follow-up question. Jamie said that the performance is based on, I should say, the increase in salary in some way based on the level of performance and achieving the goals that are established for the department or for the position. What if the goals are not achieved? And what would you say you would do in terms of formulating the goals? Who is responsible for posting the goals and making sure that the employees are accountable for accomplishing them? We do a performance evaluation for every employee every year. However, the supervisor is responsible for doing the evaluation. And most of the employees have the same format for that evaluation that looks at their skills. It looks at their success and if they had failures, and it scores them. And then it also looks at what their goals are for the coming year. So the supervisor and the employee together set the goals that they'll be measured against. We're doing a performance evaluation. We're doing a performance evaluation of every employee. And the result of his employees every single year one time to the forefront. We're doing a performance evaluation. And the performance evaluation should be measured by each employee. Поэтому они оба ответственны за выполнение, за достижение, реализацию поставленных целей. Спасибо, Валерий. Какие вопросы может быть у нас участников САБИС? Контактного центра с Киева и Министерства. Алло. Смотрите, я хотел понять, я, возможно, не до конца понял нюансы ответа нашего коллеги из Миннесоты, но я хотел бы понять, вот если мы говорим про то, что четвертое место – это зарплата, да? Четче можно определить первых три места? Я хотел бы понять, что какие-то другие вещи, что вы стимулируете импульсию? Вы сказали, что это на 4-5 месте. Это один из основных факторов для перформансов. Что это за первые три места? Вот. There's our own experience and then there's research. Richard is probably better able to talk about the research side. What we find is that if people feel that they are valued for the work that they do in the organization, if they feel that the work they're doing is challenging and they're allowed to be creative, and if they feel they have some autonomy, the ability to direct themselves and know that people know they're accountable to themselves, those conditions tend to have more to do with their motivation and satisfaction than salary. I can answer from my own experience, from my own experience. Richard can answer from the point of view academics and researchers, who have this question very much and closely studied, how to motivate the workers of the district. In my opinion, as a manager, employees, employees, they tell me that if they feel that their work is valued for the best, and in my opinion, citizens, and administrators, and administrators, they take up to number one, the first motivator for their positive and good performance. The second motivator is that this work should be challenging. How do you say challenging? Interesting. Interesting. Интересное, которое… Интересное, которое… … ну, как бы вызовы… … даёт возможность… … даёт возможность человеку… … быть креативным… … реализовать себя… … реализовать себя. … что-то, можно так сказать, труднее обычного, да? … чтобы был какой-то интерес и… интерес к росту… … к личному, к собственному. Вот. И третье – это автономия. Возможность принимать решения самостоятельно на каком-то уровне и иметь возможность самостоятельно себя директировать. Вот эти три управлять своим рабочим днём, какие проекты и на какое место человек сам решает для себя выполнять, в какой последовательности, как это для него будет лучше, эффективнее и так далее. Спасибо. Вопрос стоит в том, что работники, которые такой для себя берут ответственность и обязанность служить в нашем отделении, они уже знают заранее на какие параметры они могут надеяться в точке зрения зарплаты и социальных пакетов. То есть это не является вопросом, принимающим решение взять на себя ту или иную должность или работу. И уже с нашей точки зрения как менеджеры мы обязаны предоставить им вот эти основных три пункта, о которых я говорила раньше, чтобы они чувствовали себя достойно, уважительно и работа для них была интересной, позволяющая им профессионально и лично расти. Ричард? Я бы хотел добавить еще четыре вещи, о которых Джейми уже сказал, но в дополнение. Важно признание людей, которые включены в работу и достойная оценка их деятельности. Второй вопрос – это применять постоянное правило, не изменять правила оценки работы служащих. Мой сын не должен оцениваться, приниматься более доброжелательно и лучше, чем другие служащие, которые работают рядом с ним. Второе – это применение, которые мы видим, когда работают с друзьями, которые работают, и они могут express это. Еще пару вещей. Одна заключается в том, что рабочие служащие имеют право на самовыражение. Важно, это важно, чтобы все сотрудники с сотрудниками с сотрудниками, которые работают, и я думаю, что каждый сотрудник в организме, сотни людей, которые работали для меня. Я бы хотел унести маленькое уточнение, если позволите. Пожалуйста, Дмитрий, пожалуйста. Здесь, в процессе нашей беседы, видимо, произошла подмена понятий в связи с разным определением терминологий по отношению к служащим и работникам нижнего уровня или нижнего звена, который выполняет функции, например, уборки города. Переведите, пожалуйста. Звучит רμецкий Александр Николаевич Брисово. It looks like we missed, we did not identically understand the notion which we use in Ukraine and in the U.S. Ukraine sides talk basically about reduce activity, working on the street. И это выглядит, как вы, американская сторона, говорите о работе работающих в офисах в государстве. Как и принято в государственной структуре образования заработных плат работников государственных служб. Если мы говорим о работе работающих в офисах в городском городе, то уровень заработки и компенсации здесь же в соответствии с нормой, предсказанной для государственных служб. Зилого фонда, обслуживание инженерных сетей, тогда, когда я объяснял свою точку зрения, я имел в виду прежде всего именно этих людей, этих работников. Именно поэтому я хотел внести эту ясность, для того, чтобы у наших коллег было четкое понимание моей точки зрения. Спасибо. Спасибо. Спасибо, я понимаю. за уточнение, но когда я и Джим говорили об этом, то мы говорили именно о людях, работающих прямо на улице. Это именно о сотрудниках, персонале нижнего уровня. Понял, спасибо. Значит, все в порядке. Да, все в порядке. На одинаковом понимании, да. Отлично. Значит, идет речь не о подмене понятия, а о подмене времени действия. Приблизительно лет в 50-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Да, возможно, видимо так, но вы очень близки, видимо, уже к оценкам. Речер сказал, судя по вашим комментариям и то, чем вы с нами поделились, вы можете это сделать намного быстрее. Мы это уже делаем. Спасибо. Мы хотели бы услышать некоторые, может быть, подсказки, какие-то пути решения, какие-то конкретные тактики, стратегии, как улучшить данную позицию, как усилить эффективность в целом. Редактор субтитров А.Егорова мистüber осуществляется с личным играем. Редактор субтитров А.Егорова Мิ Cassси Корректор А.Егорова Вместо того, что вы говорили, я и Джин, очень важно четкое определение целей. При этом важно вовлекать самих сотрудников в определение этих целей, и это является ключевым аспектом. Почему это является ключевым? Извините, я добавлю, вы не перевели вторую часть, потому что у вас ограниченное количество ресурсов, и у нас тоже в некоторых ситуациях, и поэтому те идеи, которые могут возникнуть на уровне сотрудников на самом низшем уровне, так как они выполняют работу, их идеи являются очень часто самыми лучшими в том, как с проблемами на месте решить. Как эти проблемы на месте решить, как быть более эффективным. Те, кто выполняют, обычно знают, как это сделать. И те, кто выполняют, обычно прекрасно понимают ограниченность ресурсов. Да. Джимми, would you like to add something? Да, я was going to suggest, actually have a conversation with your employees, and have them identify why the work they do is important. So, for the trash hauler, to make the connection that having garbage on the street leads to disease, which leads to children getting sick, and that person's work is important, so that people are healthy. And for the guy fixing the streets, you don't want holes in the street, because it's going to cause accidents for cars, or people will fall in the holes, they get hurt. So, having them talk about why their work is important helps, in their mind, identify the value of the work that they're doing. Have them identify it, rather than have somebody tell them. С другой стороны, я хотел бы добавить к тому, что говорил Ричард, что очень важно говорить с сотрудниками, говорить о том, обсуждать с ними важность их работы. То, что все вопросы, ну, те аспекты, что мусор на улицах может быть источником заболеваний, опасность для других, создавать опасность для других людей. И вот эти беседы способствуют тому, что это приходит им на ум, и что они так, в результате этого, они более глубоко понимают ценность, и адекватно понимают ценность своей работы. Другими словами, связывать их работу с общей миссией, и придавать этой работе большую значимость и ценность в процессе бесед. И в чем Джейми видит большую разницу ни менеджер, ни образовательные мероприятия, которые эту информацию им доносят и их обучают, а диалоги и беседы между работниками, чтобы они сами к этому выводу пришли. Ричард, у вас есть вопрос. Я спросил, как вы держите свои духи в face of criticism from public, criticism from workers. Вы у вас огромное работе, и вы пытаетесь менять обучение работы или культуру вашей организации. and where do you get the energy to do that? How do you keep enthused? У меня вопрос к нашим коллегам из Киева. Как вам удается поддерживать свой дух, можно так сказать? Как у вас появляется энергия? Как вы эту энергию в себе находите? Так как у вас такая большая критика и с точки зрения самих работников, и с точки зрения населения, постоянно под микроскопом и постоянно критикуют вашу деятельность, вашу работу. Где вы находитесь силой, дух и энергией для выполнения такой сложной задачи, которую перед собой сейчас ставите, поменять целую культуру обслуживания? Ну, рецепт простой. На самом деле, вы же дали на него ответ в виде рекомендаций. Very good recipe. Very simple recipe. And you already gave us that answer in your recommendation. По большому счету, это достижение целей той команды, которая возглавляет на сегодняшний день город Киев. Руководство города Киева. In general, it's achieving the goal by the team. The team that's responsible for the city of Kiev today. Именно командная игра и стимулирует, и подталкивает нас, и питает нас для реализации поставленных задач. And the team spirit that keeps us going, that gives us energy, that motivates us to achieve the goals that we set for ourselves. Кроме всего прочего, меня, как коренного киевлянина, еще и есть желание достигнуть тех целей или того уровня обслуживания города, какие я себе представляю, как идеальным, скажем так, или, по крайней мере, быть на пути к этому. And for me personally, as a native of the city of Kiev, it is important for me to do everything I can to make sure that the city of Kiev is served in the best way possible. And we're striving to provide it in an ideal. What's an ideal environment would be for us? And I think I would like to add a self-expression in autonomy. Those are the two things that we need to work on. Я прошу прощения, мои дорогие гости. Гости, время стремительно бежит вперед. Песочные часы уже последние песчинки прокапывают, и у нас совершенно не остается времени на продолжение нашего разговора. Я прошу прощения, что обрываю вас киевской администрации. Я благодарна вам очень за то, что вы сегодня были у нас в гостях. Мне кажется, что разговор получился полезный, интересный и содержательный. Я хотел бы немного прокомментировать. Я думаю, что сегодняшний наш разговор, это только, скажем так, вступительная первая часть, взаимодействие, общение между разными муниципалитетами. И мы обязательно продолжим этот разговор, чтобы перейти к каким-либо практическим действиям и доказать наши слова на практике. И я бы хотел бы вам помнить, что мы продолжим эту разговор, и в какой-то способности проверим, что мы говорим о практике. Хорошо. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо всем еще раз. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания.